Меня зовут Лена, всем привет, спасибо, что дошли, особенно с учетом нынешней погоды. Итак, я 6 лет последних своей жизни посвятила тому, чтобы получить заветную бумажку записью магистра издательского дела и редактирования. И сейчас попробую за 15 минут рассказать вам какие-то самые интересные, на мой взгляд, вещи, которые я за эти годы усвоила. Начнем с того, что мы все-таки называем книгой. Это форма с корешком, подшитыми тетрадями, страницами, или же это какой-то другой материальный объект. Книга по определению отраслевого стандарта ДСТУ 301795. Это формат издания, у которого свыше 48 страниц. То, что меньше, это брошюра, а от 2 до 4 страниц это листовка или открытка. А книга в том понимании, под которой мы иногда загоняем, допустим, блокнот, то есть это страницы, сшитые под корешком и под обложкой, это кодекс, кодексная форма. На самом деле книга долгое время шла к тому формату, который мы называем кодексной книгой. Начинала она с каменных, глиняных, керамических и других материалов. Древнейшим памятником письменности являются таблички из Киша, это шумерская культура, 3,5 тысячи лет до нашей эры. Надо сказать, что книги были поначалу далеко не художественными произведениями, а в основном древнейшие памятники это что-то сродни бухучету. Кто кому что продал, кто кому что задолжал и так далее. Книги, как я говорю, письменность фиксировалась на самых разных носителях, мы в основном знаем о папирусах, пергаментах и так далее. Вот такой вот интересный формат существовал в Египте в конце своего древнего периода. Это остроконы, это черепки разбитой посуды керамической, на которой писались тексты. Вот такие древние записки, смс-ки. Писалось на нем все что угодно, как здесь видно, это и коммерция, это и контракты, это магические формулы и так далее. Даже есть такая байка среди историков, издателей, сразу маленькая ремарка, что в древнем Египте пиво было популярным напитком, пили его все от рабов до фараонов. Так вот, якобы находили такой острокон, послание одного прораба к другому, примерно содержание, ну что, в пятницу вечером по пиву и по бабам. Ну что, как бы намекает, что человечество не меняется. Как появилась кодексная книга? Она появилась из-за того, что старые папирусы начинали рассыпаться, их сначала скручивали в свитки. Скручивать в свитки старый папирус было довольно сложно, потому что он рассыпался. И копты, это население Египта, которое пришло после древних египтян, начали разрезать старые папирусы, скреплять их и складывать вот в том виде, в котором мы видим книгу сейчас. Со временем поняли, что так хранить книги удобнее, и древние библиотеки, которые доходят до нас, выглядят примерно так. По этой книге видно, что нет ни пробелов, ни знаков припинания. Такой книга существовала практически все свое письменное средневековье. История средневековой книги еще интересна вот таким термином, который дожил до наших дней. Это книжный червь. Сейчас так называют людей, которые в принципе очень любят читать, а в принципе это вот такое насекомое, чешуйница обыкновенная, которая питается всяческими вещами, которые содержат сахар-рахмал. Зачастую сахар-рахмал содержал клей, который скреплял страницы. Ну и как бы не всегда получалось грызть клей, иногда грызли страницы. Для того, чтобы этого не происходило, страницы начали протравливать, а чуть позже такой метод усвоили некоторые товарищи, которые хотели захватывать власть. И таким образом пытались травить своих соперников, потому что страницы листались, слинились пальцы, и как бы человек набирался этого яда. Ну вот такой метод, допустим, использовал в своей книге Умбарто Эко. Каким образом он умертвил одного из своих персонажей имени Розы. Древняя книга до начала печатного своего периода была письменной, и естественно большую роль в этой истории играл человек, который делал книгу. Это писец. Очень высокие требования ставились в основном к тем, кто переписывал книги духовного характера. В том числе, например, те, кто переписывали Тору, должны были при написании каждый раз имени Бога, должны были произнести определенные словесные формулы, что-то вроде «я делаю это во имя Бога». От того, как переписчик зафиксировал текст, дело в том, что он мог ошибаться, он мог вносить какие-то свои коррективы, как ему казалось правильным. Поэтому у древних текстов, у средневековых текстов существует несколько списков зачастую, и по этим спискам можно отслеживать, какие изменения даже были в истории. Переходим постепенно к печатной книге и к Гутенбергу, как ее основателю. На самом деле Гутенберг ничего сверхъестественного, в общем-то, и не придумал. До него печатать текст, перебивать текст на бумаге или на пергаменте придумали задолго. Чаще всего приписывают это изобретение китайцам, 9 веку, к силографии, когда на деревянной дощечке вырезались буквы и перебивались на бумагу. Чем же отличился Гутенберг, кроме того, что принес печать в Европу? Он придумал наборные кассы. Вот это то, что вы видите посредине. Это когда из литых букв и слов, это зеркальное отражение тех букв, которые мы видим на бумаге, выкладываются формы, то есть страницы, и вот здесь на печатном станке, так примерно выглядел самый первый печатный станок Гутенберга. Вот здесь размещалась печатная форма, снизу размещалась страница, краска перебивала на страницу изображение, мы получали книгу. Надо сказать, что вот такие наборные кассы, это довольно дорогостоящие удовольствия, даже до сих пор в некоторых видах печати в качестве добавок в эти металлы добавляется золото и серебро, поэтому иметь много вариантов шрифтов, много наборов, а это, учитывайте, что это и маленькая буква, и большая буква, и знаки, это было дорого, круто и богато. Поэтому вот то, что мы называем, извините, я верстаю как мудак, на наш взгляд, это было маркетинговым ходом, мол, смотрите, какая у меня богатая типография, я могу себе это позволить. Что еще произошло благодаря Гутенбергу? Эти три товарища, которые здесь размещены, ну, слева мы видим Гутенберга, который принес книгопечатание в Европу, дальше мы видим Мартина Лютера, деятеля реформации, который отстаивал вообще право европейцев на чтение литературы, на чтение книги, в первую очередь, духовной книги, Библии, а не только то, как это трактует церковь. А Гутенберг со своей стороны, со своей технологией, которая позволила сделать книгу более доступной, более дешевой и более массовой, создал свою разную технологическую платформу для того, чтобы люди могли читать одинаковые тексты, ну, уже как-нибудь по-своему трактовать это дело. Кроме того, читать книгу на своем родном языке, немецком, французском, итальянском и так далее. То есть, ой, я что-то нажала. То есть, фактически, Гутенберг стал отцом первого масс-медиа и массового информационного продукта. И это, по мнению того человека, которого мы видим справа, маршала Маклюэна, явилось причиной появления многих явлений, вроде как, например, национализм. То есть, мы получили нации, которые читают на одном языке одинаковые книги и одинаково мыслят, и вследствие одинаково начинают действовать. Еще один интересный деятель из первопечатников – это венецианский издатель Альдмануций, которому мы благодарны за многие вещи, которыми мы пользуемся до сих пор. Во-первых, это человек, который придумал книжные форматы. Форматы зависят от того, во сколько раз складывается стандартный лист бумаги. Инфолио – вдвое, Инкваторо – четверо, Иноктаво – в восьмем раз. Те книги, которые состояли из листов, сложенных в восемь раз, назывались букетбуками или карманными книжками. Правда, карманы в то время чуть были побольше, 20 на 25 сантиметров, но фишка в том, что такие книги знать могла позволить себе носить с собой и читать где угодно. Ну, то есть, появилась идея карманной книги, которая дожила до нашего времени. У Мальта Мануция в его книгах появляется впервые точка с запятой, что тоже постепенно приводит к развитию пунктуации. И также он додумался первым печатать книги курсивом. Но задача его была не в том, чтобы, как мы, выделять что-нибудь в тексте, а курсив просто позволял помещать больше текста на страницу. Это такой был ход для экономии. Интереснейшая страница в истории книги – это народные книги, которые, как я уже сказала, Гутенберг позволил книгу сделать более массовой, более доступной, более дешевой. Но народу все-таки не так уж сильно хотелось читать, поэтому народные книги преимущественно – это большая картинка и совсем мало текста. Ну, в общем, какой-то дальний родственник мемов, мотиваторов и так далее. Народная книга носила как развлекательный характер какие-то стишки, истории и так далее. Учебный характер, как вот, допустим, малый катехизис Мартина Лютера, того же, по которому учались чтению в Швеции, например. Ну, по крайней мере, обложка оттуда. Или же, допустим, в XIX веке интеллигенция украинская массово издавала много книг о том, как, допустим, вести сельское хозяйство, защищать свои права, или бороться с определенными болезнями, и многое другое. А также еще один интересный эпизод в истории книги в Великобритании – это так называемая «Пенни Дредфул». Многие знают о сериале «Пенни Дредфул». Это взялось от того, что существовали в викторианской Англии книжки, очень дешевые, это бульварная чтива, или ужастики, или криминал, которые стоили «Пенни». Ну и продавались мальчиками-газетчиками. На самом деле, даже название «Газета» произошло от того же, примерно, принципа, от названия самой мелкой монеты в Италии. Это стоимость листа бумаги первой газеты в истории. Ну вот, допустим, родом из «Пенни Дредфул» сюжет про Свинни Тодда. Еще интересные вещи, кроме того, что издатель и писатель закладывают в идею книги, иногда книга провоцирует неожиданные эффекты, довольно массовые. Вот, допустим, как это произошло с книгой «Страдания юного Вертера», которая вышла в 1774 году. Молодой человек от несчастной любви заканчивает жизнь самоубийством. Никто не предполагал, что эта идея настолько покорит умы молодой аристократии, что после выхода этой книги в Европе пошла волна самоубийств молодежи. Причем многих находили с книгой в обнимку, или книга была в письменном столе, или же значилась в предсмертной записке. Еще один момент. Чем больше подобные случаи освещались в местной прессе, тем больше таких случаев волной следом за этим шло. Позже, в 60-х годах XX века, этот эффект так и назвали эффектом Вертера. Он заключался в том, что потенциальный самоубийца воспринимает информацию о смерти или самоубийстве другого человека как практически руководство к действию. Иногда книги провоцируют более позитивные массовые эффекты, например, как это происходило периодически с Гарри Поттером. Причем здесь Гарри Поттер. Врачи в Оксфордской больнице зафиксировали в течение длительного времени, в среднем, за уикенды летом происходило порядка 67 обращений по случаю детских травм. И только определенные уикенды на протяжении нескольких лет это количество сокращалось вдвое. В чем дело? Дело в том, что в эти выходные в книжных магазинах просто появлялся новый Гарри Поттер. Все читали. Некогда было ломать руки-ноги. Кроме того, что книга — это смысл, это эффект, это еще и арт-объект. Как, допустим, кодекс Серафинианус. Книга Луиджи Серафини, архитектора, который написал книгу на несуществующем языке и описывающей несуществующие абсолютно вымышленные, абсолютно абсурдные вещи. Вещи, зверей, растения и так далее. Книга издавалась в шести странах, в том числе в Украине, издательством «Лаурус». Я надеюсь, что на ближайшем книжном арсенале, в принципе, желающие могут спросить у «Лауруса» и посмотреть эту книгу. На самом деле, вот таким макаром написана толстенная, огромная книга. Ни о чем, но ее просто безумно интересно листать. Не только наполнением, но и формой может брать арт-объект книга. Например, как книга «Беспревратности» Эдгара По, изданная таким образом, что ее для того, чтобы прочитать, нужно разорвать по специальной инструкции, там обозначены линии для перфорации. Или же, например, как поваренную книгу «Брукета и Зинник» нужно испечь, потому что книга поначалу продается с пустыми листами, краска в книге проявляется только после того, как книгу испекли. Вот такой вот, не знаю, допуск, наверное, книги. Не умеешь печь, зачем тебе вообще была книжка? На самом деле, понятное дело, что 15 минут – это довольно короткий срок, чтобы рассказать все самое интересное о книге. Если вам интересно увидеть, как выглядели древние рукописные книги, как выглядели печатные книги, печатные останки и так далее, очень советую вам зайти в музей книгопечатания в Лавре. Очень увлекательная вещь, даже если без экскурсии. Или же, чтобы узнать какие-то тоже интересные моменты, не только в истории, но и в будущности книги, я очень вам советую книгу «Умберто Эко» и «Жан-Клода Карьера». Не надейтесь избавиться от книг, или в украинском издании «Нисподевайтесь, подбудитесь о книжок». Или же книга Джейсона Меркоски, это отец Kindle читалки. Книга 2.0, которая, в общем, пытается разобраться на тему, чем есть электронная книга, и убьет ли электронная книга бумажную. Сразу спойлер – нет, не убьет. В принципе, у меня все, и не забывайте читать книги. Спасибо. Вопросы? Да. Объясняю. Как я уже говорила, книга, страницы, из которой составляются книги, есть большой лист печатный, который запечатывается по определенной схеме расположения страниц на нем. Дальше этот лист складывается и по определенной линии сшивается. Из этих тетрадей, это называется тетрадь, составляется книга. Дело в том, что ножи для рез... Дело в том, что сгибы остаются с другой стороны. Ножи пришли, там уже чуть ли не в конце 19 века, там, по-моему, в 20-м. Ножи, которые срезают вот эти вот сгибы. А зачастую журналы, ну, чаще журналы разрезали, чем книги, на самом деле, поступали вот в таком виде. И люди специальным ножом разрезали вот эти вот сгибы. Вот и все. Что? Нет, не каждую страницу. Лист складывается в несколько раз. И там так бывает, что, допустим, две или четыре страницы подряд не скреплены между собой, а те скреплены соседние. Вот и все. Пожалуйста. Спасибо большое тогда за внимание. Не буду задерживать. Спасибо.